В Маргаушском районе место разрешило спор в интернате для пожилых и инвалидов. Один из постояльцев пожаловался на деятельность этого учреждения. Для прокуратуры муниципалитета это дело стало довольно нестандартом. Претензии в адрес интерната не поступали никогда, но в этот раз постояльцу здесь стало неудобно проживать. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Дверной проем в уборную комнату одному из постояльцев интерната для престарелых стало неудобно проезжать сюда на инвалидной коляске. На фотографиях, которые были сделаны во время прокурорской проверки, отчетливо видно. Расстояние между перегородками не превышает и 80 сантиметров. Раньше об этом здесь не задумывались. Обычно инвалиды с ампутированными ногами старались оставлять свою коляску у порога. Но гром грянул, как всегда, внезапно. В прокуратуру на работу Юськосинского дома престарелых поступила жалоба. У нас Кириллов Петр Алексеевич, он поступил в прошлом году, живет один год. Когда он приехал, на старой коляске его подвезли, мы ему предлагали коляску. Но он, видимо, захотел, чтобы у него была именно своя коляска. Не захотел. Вот он обратился в прокуратуру Маргаушского района. Там выяснили, что у нас дверной проем не соответствует требованиям СанПИНа. С этими фактами в интернате спорить не стали. Данное учреждение было открыто 10 лет назад и разместилось оно в здании больницы. Здесь говорят, что за все время на его работу не поступало ни одной жалобы. Чтобы не портить свою безупречную репутацию, на требования прокуратуры здесь среагировали быстро. После внесения представления и поданного иска дверной проем в уборной комнате стал шире. Теперь инвалидная коляска здесь проедет без труда. Вот сравните, вот 7 сантиметров, там метр, 10. Разница большая. Сейчас они свободно входят. Для Кириллова выписана новая программа, индивидуальная программа реабилитации. И согласно которой, наряду с другими техническими средствами реабилитации, ему представлены и кресла-коляска. В следующем году планируют провести и в ванной комнате интерната. Здесь необходимо оборудовать специальную душевую кабину для инвалидов. На ее отсутствие в районную прокуратуру также поступила жалоба. Вообще, в интернате для своих постояльцев всегда пытаются создать идеальные условия. Недавно здесь заменили все окна. Вместо деревянных установили пластиковые. Я здесь никакого неудовства не вижу. А что-то нам еще надо кормить, поить, одевать. Отлично же все. Ремонт в доме-интернате для престарелых и инвалидов стараются делать по мере возможности. Сразу и на все денег не хватает, но в любом случае здесь обязаны реагировать на жалобы всех постояльцев. Закон есть закон. Вообще, среда для лиц с ограниченными возможностями в Маргаушах уже давно становится доступнее именно благодаря прокуратуре. Обращаются сюда и те, кому отказали от учения путевки на лечение в санаторие. Так, совсем недавно в прокуратуру района поступило обращение ветерана боевых действий в Афганистане, которому по состоянию здоровья полагалась путевка на санаторно-курортное лечение. Однако в 2013 году им путевка получена не была. Вышли с исковым заявлением в Ленинский районный суд. Данное исковое заявление рассмотрено, удовлетворено. Вообще, разрешение спора в социальной сфере является одной из ключевых задач. Любая просьба тем, кому необходима помощь, без внимания оставаться не должна. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика.